Всем привет! Меня зовут Вероника и сегодня для вас я подготовила вот такие вот чудесные слитки. Слитки с вырезанной квадратной пяткой. Очень удобные, хорошо сидят на ножке. В данных слитках есть один единственный шов, он идет по муску. Но шов совсем незаметный, очень аккуратный, выглядит очень красиво. Ножки этот шов мешать совершенно не будет. Подошва у нас бесшовная. Данные слитки я связала из пряжи Alizella на gold classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51 процент акрила и 49 процентов шерсти. Вязала я все слитки спицами 3,5 миллиметра. Я свои слитки вяжу на размер ножки 37,39. Но по данному видео вы сможете слитки связать абсолютно из любой пряжи на любой размер ноги. Прежде чем приступить к вязанию давайте разберемся с принципом вязания данных слитков. Слитки вяжутся вот из такой вот заготовки. Изначально я набирала 22 петли. Примерно мои 22 петли составляют 9 сантиметров. И далее вязала вот таким вот интересным узором. Узор состоит из двух рядов. Один лицевой, второй изнаночный. Узор на самом деле очень простой. Изначально я вывязывала вот вот эту вот всю часть и далее начала вывязывать квадратную пятку. После того как я вывязала квадратную пятку, далее я вязала обычным ровным полотном и в конце я делала убавление петель на пальчики. Смотрите сколько вот эту вот часть вязать я в видео все подробно рассказываю. Надеюсь всем все будет понятно и ясно. Давайте разберемся сколько в длину вязать нашу заготовку для слитка. Получается я вяжу свои слитки на размер ножки 37-39. Я возьму среднее значение 38 размера и для 38 размера соответствует длина стопы 24 с половиной сантиметров. Я сбоку оставлю таблицу где вы также можете посмотреть сколько сантиметров длина вашей стопы. Я от 24 с половиной сантиметров отнимаю 10 процентов на растяжение и это получается 22,05 сантиметров. Получается моя заготовочка должна быть общей длиной 22 сантиметра как я и рассчитала 22 сантиметра. Но давайте разберемся с какого момента мы будем делать убавление петель на пальчики. Примерно мое убавление петель составляет вот три полосы. Это у меня 5 сантиметров. Получается я от 22 сантиметров отнимаю 5 сантиметров на убавление петель и получается до убавок у меня должно будет провязано 17 сантиметров. Получается после того как я с вами вывяжу всю пятку я далее вяжу обычным ровным полотном до того момента пока моя общая заготовочка вместе с пяткой не получится 17 сантиметров. И далее 5 сантиметров это мое убавление петель. Ширина вот этого вот полотна до убавок должна быть примерно 18-20 сантиметров. У меня вот получается 19 сантиметров. Если посмотреть на заготовки это вот вот это вот величина до убавления петель. И после того как мы с вами свяжем полностью всю заготовочку следка мы с вами сделаем один шов по мыску и в конце я сделаю вот такую вот красивую обвязку крючком. Обвязка делается очень легко справиться все мастерицы. И в конце у вас получится вот такой вот красивый результат. Слитки очень хорошо сидят на ножке, вяжутся совсем легко, ничего сложного в них нет. Вяжутся на двух спицах. Пяточку я вязала на двух чулочных спицах, а вот это вот полотно далее вязала на одной круговой спицы. Если вам понравилась данная модель следков, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. Обычным способом набора, с помощью длинного хвоста, я набираю на спицы, 22 петли. Первый ряд у нас будет идти по лицевой стороне. И все лицевые ряды мы вяжем одинаково. Все изнаночные ряды мы вяжем все петли изнаночными. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, на протяжении всего вязания. И далее вяжем. Одна петля лицевая, вторая снимается, не провязывая, рабочая ниточка располагается за работой. Одна лицевая петля снимаем, не провязывая. Одна лицевая петля снимаем, не провязывая. И таким образом мы провязываем полностью весь ряд до конца. последняя кромочная петля на протяжении всего вязание будет провязываться изнаночной петлей в конце мы одну петлю с ней линии провязывая и последняя кромочная 2 изнаночный ряд вяжем все петли изнаночными 1 кромочная петля снимается не провязывая и И далее вяжем все петли за правую стеночку петли, чтобы у нас петли никакие не были перекрученные. Последняя кромочная петля также провязывается изнаночной. И теперь данные два ряда, один лицевой, второй изнаночный, мы будем повторять далее. Давайте еще раз повторим. Получается третий ряд вяжется так же, как мы с вами только что вязали первый ряд. Первая кромочная петля снимается не провязывая и далее вяжем. Одна лицевая, вторую петлю снимаем не провязывая. Одна петля лицевая, вторую петлю снимаем. И таким образом довязываем полностью весь наш ряд. Четвертый ряд у нас провязывается по изнаночной стороне. И поэтому в четвертом ряду мы вяжем все петли изнаночными за правую стеночку петли. Мы с вами, получается, провязали синий ниткой 4 ряда. Теперь будем присоединять ниточку контрастного цвета. Это у меня будет персиковый цвет. И буду еще 4 ряда таким же методом провязывать ниточку персикового цвета. Прикладываю нить. Кончики никакие я не завязываю. Просто эту нить потом спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. Первую кромочную я постоянно снимаю, не провязывая. И далее, как мы помним, мы вяжем все лицевые ряды. Одну петлю мы провязываем лицевой. Вторую петлю снимаем, не провязывая. Рабочие нить располагаются за работой. Одна лицевая, вторую петлю снимаем, не провязывая. Одна лицевая, вторую петлю снимаем, не провязывая. Одна лицевая, одну снимаем. 1 лицевая 1 снимаем и таким образом мы вяжем полностью наш весь ряд изнаночные ряды получается кромочную мы снимаем и все петли провязываем изнаночными за правую стеночку петли смотрите у нас сейчас располагается две нити чтобы сильно больших протяжек по данному краю у нас не образовывалось мы в каждом лицевом ряду будем перекручивать между собой две нити и таким образом у нас не будет образовываться больших протяжек далее получается 3 и 4 ряд именно ниточкой персикового цвета я также буду провязывать как обычно первую кромочную петлю я снимаю не провязывая и далее провязываю 1 лицевая вторую снимаем 1 лицевая вторую снимаем и таким образом вяжем полностью весь ряд четвертый ряд получается нитью персикового цвета первую кромочную петлю снимаю и далее все петли вяжем изнаночными на данный момент мы с вами провязали 4 ряда ниточкой синего цвета и 4 ряда ниточкой персикового цвета и далее мы будем с вами вязать самостоятельно обычным ровным полотном я буду провязывать 30 рядов но данное количество рядов мы сейчас с вами высчитываем чтобы вы могли вязать данные следки с любой вашей пряжи получается нам нужно вывязать вот эту вот всю часть далее мы все наши 22 петли будем делить на три части и вывязывать обычную квадратную пятку получается по бокам должно быть равное количество петель поэтому я по бокам оставляю по 7 петель и по центру у меня остается 8 петель далее для вывязывания данной пятки мы будем все боковые петли убавлять и у нас в конце останется только 8 петель на спице это наша центральная часть и далее мы будем поднимать вот таким вот образом все наши петли вот это полотно у меня должно получиться 19 сантиметров я изначально связала образец и измерила плотность моего вязания либо можно когда вы будете вывязывать вот эту часть именно по этой части и измерять плотность вашего вязания далее плотность вашего вязания умножаем на 19 сантиметров которые мы в итоге должны получить и у меня вышло чтобы получить данные 19 сантиметров у меня должно на спице набрано быть 38 петель поэтому 8 петель мы сразу отнимаем так как у нас останется на спице пяточкой из 8 петель и останется добрать 30 петель я 30 петель делю на две равные части так как мы будем добирать петли с одной стороны слитка и со второй стороны слитка и поэтому мне с каждой стороны слитка нужно добрать по 15 петель набирать петли мы будем из каждой кромочной петли поэтому именно вот эта часть у меня должна быть провязана 30 рядов 1 кромочная петля образует 1 лицевой и 1 изнаночный ряд получается так как у меня в полосе 2 рапорта либо 4 ряда нам нужно связать 15 рапортов данного узора получается 2 раппорта 4 6 8 10 12 14 и не хватает одного рапорта поэтому в последней полосе я буду вязать не 4 ряда а 6 рядов в итоге у меня получится вывязано 30 рядов либо по краю 15 кромочных петель если вы вдруг рассчитали под свою плотность вязание что вам нужно добрать большее количество петель не 38 допустим как в моем случае а больше либо меньше тогда соответственно вот здесь вот ваших рядов вы вяжете либо больше либо меньше чтобы по краю получилось либо больше либо меньше кромочных петель я вывязала самостоятельно 5 полос в 2 полосы мы с вами вместе провязали и того у нас сейчас 7 полос в последней полосе я вязала не 4 ряда а 6 рядов получается всего наша заготовочка состоит из 30 рядов если посчитать по кромочным петлям у нас каждой стороны должно быть по 15 кромочных петель персиковую ниточку я обрезаю она на данный момент нам больше не нужно и остается только у меня нить синего цвета все кончики которые у нас остаются мы прячем по изнаночной стороне самостоятельно если померить данную заготовочку в сантиметрах в нерастянутом состоянии примерно ширина моей заготовки составляет 10 сантиметров высота 9 с половиной сантиметров если посмотреть на готовом следке мы с вами вывязали вот именно эту часть и далее будем вывязывать обычную квадратную пяточку у меня сейчас на спице 22 петли я эти петли должна разделить на три части но так как 22 петли на равные три части у меня не делится поэтому по бокам я оставляю по 7 петель это обязательно чтобы по бокам у вас было равное количество петель и в центре у меня остается 8 петель вывязывая пятку мы сохраняем рисунок первую кромочную петлю я снимаю не провязывая и далее вяжем вторую петлю провязываю лицевой третью петлю снимаю не провязывая четвертую провязываю пятую снимаю шестую провязываем 7 снимаем мы с вами получается провязали одну боковую часть петель мы начинаем вывязывать центральную часть состоящий из 8 петель первую петлю и провязываю лицевой и между первую и второй петлю я повешу первый мой маркер вторую петлю получается центральной части я снимаю не провязывая рабочая ниточка располагается за работой 3 лицевая петля 4 снимаю не провязывая 5 лицевая 6 снимаю не провязывая 7 лицевая петля и между 7 и последней 8 петлю я повешу 2 мой маркер и далее следующую восьмую петлю это последняя петля центральной нашей части и 9 петля это первая петля боковой части я в каждом лицевом ряду их буду провязывать одной лицевой петлей переворачиваю вязание первую кромочную петлю я снимаю не провязывая 1 маркер перебрасываю и далее как у нас по рисунку идут все петли мы вяжем изнаночными до 2 маркера за правую стеночку маркер 2 я перебрасываю и сразу после 2 маркера мы вяжем 2 петли вместе одной изнаночной за верхние правые стеночки давайте еще раз повторим первую кромочную петлю мы снимаем не провязывая маркер перебрасываем и далее смотрим по рисунку как нам нужно далее расположить рисунок смотрите все такие выпуклые дорожки это наши снятые петли все дорожки которые уходят вовнутрь это мы петли провязывали лицевой в лицевом ряду получается у меня после маркера идет такая вот объемная выпуклая дорожка поэтому мы эту петлю снимаем не провязывая рабочая ниточка за работой далее петлю провязываю лицевой петлю снимаю не провязывая следующую провязываю лицевой 1 снимаем петлю следующую провязываю лицевой 2 маркер перебрасываем и сразу после 2 маркера мы вяжем всегда 2 петли вместе одной лицевой петлей вязание я перевернула на изнаночную сторону первую петлю я снимаю не провязывая маркер перебрасываю и далее до 2 маркера все петли вяжем изнаночными за правую стеночку петли маркер 2 перебрасываю и сразу после 2 маркера во всех изнаночных рядах мы вяжем 2 петли вместе 1 изнаночной первую петлю я снимаю маркер перебрасываю и далее начинаю рисунок одну петлю я снимаю не провязывая следующая провязывается лицевой 1 снимаем вторую провязываем 1 снимаем вторую провязываем маркер перебрасываем и сразу после 2 маркера мы вяжем во всех лицевых рядах одной лицевой петлей 2 следующие петли перевернула вязание на изнаночную сторону первую петлю я снимаю не провязывая маркер перебрасываю и далее до второго маркера я вижу все петли изнаночными второй маркер перебрасываю и сразу после 2 маркера две следующие петли я провязываю 1 изнаночной петлей и таким образом мы вяжем далее нашу пяточку пока у меня на спице не останется центральные мои 8 петель все боковые петли должны у нас убавиться получается в каждом лицевом ряду первую кромочную петлю я снимаю маркер перебрасываю и так как после маркера у меня идет такая вот объемная дорожка я первую петлю снимаю не провязывая вторую провязываю лицевой одну снимаю вторую провязываю лицевой и так далее сразу после второго маркера две петли вместе вижу одной лицевой петлей во всех изнаночных рядах первую кромочную петлю я снимаю маркер перебрасываю до второго маркера я вяжу все петли изнаночными и сразу после маркера я две петли вместе вижу одной изнаночной петлей встретимся с вами когда у меня на спице останется только центральные мои 8 петель я вывезла мою пяточку у меня сейчас на спице 8 петель далее рабочую ниточку я обрезаю и буду сейчас по всему кондору наши заготовки поднимать все петли как я рассчитала в начале видео у меня по контуру моей заготовки нужно подняться 38 петель получается 15 петель с каждой стороны и 8 петель которые у меня сейчас находятся на спице с помощью крючка я сейчас буду поднимать все необходимые мне петли присоединяя ниточку синего цвета ввожу крючок в кромочную петлю за две дужки подхватываю рабочую нить и получаю на крючке одну петлю далее в следующую кромочную петлю ввожу крючок подхватываю рабочую нить и у меня уже поднялась две петли далее в следующую получается 3 4 5 и таким образом я по этому краю должна поднять 15 петель в моем случае если вы вдруг вязали побольше вот эту часть либо поменьше у вас будет другое количество поднятых петель далее вот эти вот петли я перенесу на мою рабочую спицу если вы вяжете на круговые спицы можете поднять все петли на круговую спицу также можно эти петли поднять и на чулочные спицы после того как я подняла все мои 15 петель перенесла на мою рабочую спицу я буду вязать с круговой спицы далее теперь мы будем провязывать 8 центральных петель со спицы провязываем эти петли просто лицевыми за правую стеночку петли и осталось нам по второму краю наши заготовки поднять оставшиеся 15 петель с помощью крючка ввожу крючок за две дужки кромочные петли подхватываю рабочую ниточку и вот таким вот образом я поднимаю все 15 петель получается из каждой кромочной петли у меня будет поднята по одной петле на крючок и так далее до конца я буду поднимать 15 петель на крючок далее вот эти вот петли которые я подниму на крючок я перенесу на мою рабочую спицу вот таким вот образом выглядит все мои поднятые петли сейчас у меня поднята 38 петель по контуру нашей заготовки если вы вдруг рассчитали для себя что вам нужно больше либо меньше петель тогда поднимаете необходимые петли под свои расчеты первый ряд ну вы получается только что с вами провязали когда мы поднимали все петли переворачиваем нашу заготовку на изнаночную сторону и сейчас в изнаночном ряду вяжем все петли изнаночными получается 1 кромочная петля снимается не провязывая и далее провязываем все петли за правую стеночку петли изнаночными таким образом довязываем полностью весь наш ряд последняя кромочная петля также провязывается изнаночной петлей после того как мы с вами провязали второй ряд полностью изнаночными петлями теперь начинаем с третьего ряда будем вязать вот этим вот узором как мы вязали ранее получается нам нужно сейчас расположить в первом ряду петли чтобы у нас пяточка хорошо легла в дальнейший узор дальше высчитывать ничего не надо просто вязать также как мы будем вязать этот ряд получается как мы помним все объемные дорожки это наши снятые петли все дорожки которые уходят вовнутрь это наши петли которые мы провязываем лицевыми в лицевом ряду вот как мы видим вот это вот допустим дорожка идет объемная получается эта петля и рассчитываем в обратном направлении смотрим как мне нужно начать наш вязать узор получается вот эта петля у нас будет сниматься так как вот эта дорожка у нас идет объемная значит передние петля провязывается лицевой получается снимается провязывается лицевой снимается провязывается лицевой и так считаем далее по моим расчетам после кромочной петли у меня будет петля провязывается лицевой следующая петля будет сниматься не привязывая вяжем в третий ряд первую кромочную петлю мы на протяжении всего вязания будем снимать не провязывая следующую петлю провязала лицевой далее петлю снимаем не провязывая рабочая нитка располагается за работой петлю провязываем лицевой следующую снимаем лицевой следующую снимаем лицевой следующую снимаем и таким образом довязываем полностью весь ряд до конца 4 ряд по изнаночной стороне вяжется все петли изнаночными первую кромочную петлю мы снимаем и дальше за правую стеночку петли мы провязываем все наши петли изнаночными последняя постоянно петля будет провязываться изнаночный так как она у нас кромочная далее провязываем до конца ряда самостоятельно после того как мы провязали все четыре ряда ниточкой синего цвета я сейчас присоединю нитку персикового цвета и следующие четыре ряда буду провязывать ниткой персикового цвета чередуя один лицевой ряд со снятыми петлями 2 изнаночный ряд все петли изнаночными первую петлю я снимаю не провязывая и далее вяжем одна петля провязывается лицевой следующая снимается не провязывая 1 лицевой следующие снимается 1 лицевой следующую снимаем петлю и таким образом мы должны провязать полностью весь ряд это мы получается провязываем первый ряд ниточкой персикового цвета затем второй ряд также ниточка персикового цвета мы провязываем все петли изнаночными далее третий ряд провязываем так же как мы вяжем первый ряд вот именно этот и четвертый ряд этой нитью провязываем по изнаночной стороне все петли изнаночные встретимся когда провяжем ниткой персикового цвета все четыре ряда я ниточка персикового цвета провязала 4 ряда чередуя 1 лицевой ряд со снятыми петлями 2 изнаночный ряд все петли изнаночными этого у нас сейчас провязана после нашей пятки 1 синяя полоса и 1 персиковая полоса далее мы будем вязать самостоятельно все полотно до убавления петель как я рассчитала для своего размера в самом начале видео я буду вязать 17 сантиметров далее 5 сантиметров мы провяжем с вами убавок получается до убавления петель я провяжу вот эти вот две полосы мы с вами вместе провязали далее 1 2 3 4 5 и 6 6 полос я буду провязывать самостоятельно получается как и в пяточки в каждой полосе у меня по 4 ряда встретимся когда вы вяжем вот это вот все полотно до убавления петель я самостоятельно провязала получается вот это вот все полотно если мы с вами сложим нашу заготовочку ровненько пополам и измерим сантиметрах как раз моя заготовка получилось 17 сантиметров как и рассчитала в самом начале видео далее мне осталось сделать 5 сантиметров убавок вы получается вяжите вашу заготовочку на такое количество сантиметров которые вы рассчитали в самом начале видео вместе со мной получается если вам нужно меньше либо больше связать длину этой заготовки вот этих вот полос вяжите либо больше либо меньше чем у меня и далее я буду приступать к вязыванию синие полосы уже с убавлениями петель убавлять петли я буду одну в начале сразу после кромочной петли 1 я буду провязывать две петли вместе и перед самый последний кромочной петлей я также буду провязывать две петли вместе сохраняя наш рисунок как мы помним все такие вот объемные выпуклые дорожки это наши снятые петли все дорожки которые уходят вовнутрь это наши петли которые мы провязываем лицевыми в лицевом ряду получается первую кромочную петлю я постоянно снимаю не провязывая следующие две петли я провязываю вместе одной лицевой за правой и нижней стеночки и далее вяжем по рисунку не довязывая 3 петли до конца ряда получается по рисунку у меня идет такая вот дорожка которая уходит вовнутрь получается я эту петлю провязываю лицевой следующую снимаю не провязывая 1 лицевая петлю снимаем 1 лицевая петлю снимаю и таким образом я довязываю этот ряд до того пока у меня не останется в конце 3 петли у меня на левой спице остается 3 петли я их переверну чтобы у меня правые стеночки лежали сверху и провязываю эти две петли за правой верхней стеночки одной лицевой петлей последняя кромочная петля будет постоянно провязываться изнаночной так как она у нас кромочная следующий изнаночный ряд также ниточкой синего цвета мы провязываем все петли изнаночными за правую стеночку петли провязываем второй ряд самостоятельно мы получается убавили с вами уже две петли и у нас сейчас на спице в моем случае располагается 36 петель приступаем к третьему ряду первую кромочную петлю я снимаю не провязывая и следующие две петли я буду провязывать в каждом лицевом ряду одной лицевой петлей далее провязываем по рисунку все петли до того пока у нас самом конце не останется 3 петли получается по рисунку следующая петля у меня идет такая вот объемная выпуклая дорожка поэтому я эту петлю снимаю не провязывая рабочая ниточка располагается за работой одну петлю провязываем лицевой следующую снимаем одну лицевой следующую снимаем одну лицевой следующую снимаем встретимся когда у нас на спице левой останется 3 петли у меня на левой спице находится 3 петли и две первые петли переверну чтобы у меня правые стеночки лежали сверху и за верхние правые стенки провязываете 2 петли одной лицевой петлей последняя кромочная 4 ряд по изнаночной стороне провязываем все петли изнаночными за правую стеночку петли провязываем ряд самостоятельно мы с вами получается провязали всю синюю полосу это 4 ряда и получается на спице у меня сейчас 34 петли сейчас я беру ниточку персикового цвета и буду 4 ряда провязывать также с убавлениями петель нитка персикового цвета давайте еще два ряда мы с вами провяжем далее будете убавлять петли самостоятельно первую кромочную петлю я буду постоянно снимать не провязывая следующие 2 петли постоянно буду провязывать лицевой одной за правой и нижней стеночки далее смотрю как у меня располагается рисунок следующая дорожка у меня идет такая вот вовнутрь поэтому мы эту петлю провязываем лицевой далее снимаем петлю не провязывая 1 лицевая петлю снимаем 1 лицевая петлю снимаем 1 лицевая петлю снимаем и таким образом довязываем наш ряд до того пока у нас на левой спице не останется 3 петли у меня сейчас на спице располагается 3 петли я первую вторую петлю переверну чтобы у меня правые стеночки лежали сверху и провязываю за верхние правые стеночки 1 лицевой петлей последняя петля кромочная следующий изнаночный ряд ниточкой персикового цвета я буду провязывать все петли изнаночными самостоятельно вот таким вот образом на данный момент выглядит моя заготовочка далее провязываете самостоятельно чередуя наши полосы каждом лицевом ряду вы убавляете по 2 петли провязываете до тех пор пока ваша вся заготовочка вот в таком вот виде не получится такое количество сантиметров которые вы рассчитали в самом начале у меня моя заготовка полностью должна получиться 22 сантиметра получается 17 сантиметров до убавления петель и 5 сантиметров это убавление петель еще два ряда я провяжу ниточкой персикового цвета также убавляя петли 1 в начале 2 в конце и далее еще провяжу одну полосу синего цвета получается у меня на убавление петель уходит три полосы на третью полосу я провязываю не 4 ряда а 6 рядов и у меня на спице будет оставаться 24 петли если у вас останется на пару петель либо больше либо меньше страшного здесь ничего нету главное чтобы сошлись все ваши сантиметры которые вы рассчитали встретимся когда вы вяжем всю длину моей заготовки я вырезала всю получается мою заготовку три полосы убавления петель и у меня сейчас на спице осталось 24 петли ниточку персикового цвета я обрезаю она мне больше не нужно и сейчас мы просто с вами будем закрывать петли давайте измерим сколько получилось наша заготовочка в сантиметрах как я и рассчитала по своим расчетам 22 сантиметра у вас это должно число быть то которое вы рассчитаете под свой размер ноги далее мы будем с вами закрывать петли петли мы с вами закрываем любым удобным способом смотрите как закрываю я первую кромочную петлю я снимаю не провязывая следующую петлю я провязываю лицевой и теперь первую петлю набрасываю на 2 и спускаю таким образом мы с вами закрыли одну петлю вторую петлю закрываем третью одну петлю провязываем и первую петлю набрасываем на 2 и спускаем петлю провязали первую петлю набрасываем на вторую и спускаем и таким образом мы с вами будем закрывать все наши петли край сильно не затягивайте чтобы он у нас был эластичен закрывайте петли до конца самостоятельно таким же образом после того как у нас по спицы осталась одна открытая петля край мы разровняем далее ниточку обрезаем немножко побольше чтобы сейчас этой нитью сшить полностью наш весь мысочек далее петельку делаем чуть-чуть побольше и эту нить продеваем сквозь петлю петлю затягиваем смотрите наши рабочая ниточка располагается вот в этом месте нам нужно ее перенести самую серединку после того как мы вот так вот пополам сложили наш следов получается сквозь кромочные петли продеваем иглу в самую-самую серединку края при этом разровняем чтобы ничего не стянуло наше полотно и далее мы будем сшивать получается сшиваем не за кромочную вот эту вот косичку а петли которые располагаются сразу за кромочной косичкой вот вот эти вот петли получается с одной стороны вводим иголочку снизу вверх задушки петли которые располагаются сразу за кромочной косичкой с одной стороны и таким же образом со второй стороны с одной стороны и таким же образом со второй стороны снизу вверх вводим иголочку за две дужки петли которые располагаются сразу за кромочной косичкой вот такой вот ровный аккуратный шов у нас с вами должен будет получиться далее сшиваем до самого конца равномерно встретимся когда сошьем этот шов один мы с вами сшили шовчик и теперь продолжаем это же ниточка сшивать далее получается далее сшиваем также не за кромочные косички а сразу дужки внутренней которые располагаются сразу за кромочной косичкой с одной и со второй стороны и только смотрите чтоб у нас наши дорожки совпадали получается синяя должна совпадать синий персиковая с персиковый получается вводим иголочку за внутренние дужки сразу за кромочной петлей с одной стороны и теперь таким же образом со второй стороны и сшиваем таким вот образом синюю нашу полосу синюю полосу мы с вами сшили теперь это же ниточка продолжаем сшивать персиковую полосу иголочку вводим снизу вверх за внутренние дужки которые располагаются сразу за кромочной косичкой вот таким вот образом далее сшивать будете самостоятельно я буду сшивать мой следок получается вот это вот наша синяя полоса была первая дальше 2 3 4 5 6 7 получается 7 полос примерно вот это вот расстояние куда должна проходить ножка должна составлять 11 сантиметров вот примерно как раз 11 сантиметров я буду оставлять остальные все полосы я буду сшивать сшиваем получается таким же способом как мы сшивали основное наше полотно вы можете регулировать вот этот вот шов примеряя данный следок на свою ножку получается вводим иголочку за внутренние дужки которые располагаются сразу за кромочной косичкой с одной стороны и таким же образом со второй стороны и таким образом сшивается далее встретимся когда сошьем весь нашу главное чтобы полосы у нас совпадали с друг с другом я сшила полностью весь шов далее шов мы разровняем и вот эту вот рабочую ниточку прячем по изнаночной стороне самостоятельно она нам больше не нужно и далее после того как наш следок полностью весь сшит нам осталось сделать вот такую вот красивую обвязочку за счет этой обвязки у нас хорошо слитки будут выглядеть и полотно никуда не будет закручиваться все будет стабильно ровно и аккуратно поэтому я сейчас возьму ниточку персикового цвета крючок примерно три три с половиной и будем с вами делать обвязку ввожу крючок в самую серединку нашего слитка за две дужки кромочной петли подхватываю рабочую нитку и вывожу петлю на спицу далее делаем одну воздушную петлю и теперь крючок вводим по кругу за две дужки кромочной петли подхватываем рабочую ниточку у нас получается на крючке располагается две петли и теперь эти две петли между собой соединяем у нас получается столбики без накида и таким образом мы с вами должны обвязать полностью весь наш следок получается вводим крючок за две дужки кромочной петли и эти две петли соединяем вводим крючок подхватываем рабочую нить и данные две петли на крючке соединяем обвязку делаете не сильно туго чтобы края у нас не был сильно затянут получается таким образом обвязываете полностью по кругу наш весь следок до самого начала где мы начинали делать обвязку один круг с обвязкой я полностью провязала теперь таким же методом я буду провязывать второй круг ввожу же крючок за две дужки кромочной петли это у меня будет персикового цвета подхватываю рабочую ниточку и две петли между собой соединяю ввожу крючок подхватываю рабочую нить и две петли между собой соединяем получается таким же образом как мы делали только что с вами первый круг мы обвязываем наш следок вторым кругом и вот такой вот результат у нас с вами получается таким же образом обвязывается до самого начала второй круг после того как мы с вами обвязали второй круг край мы хорошенечко разровняем рабочую ниточку обрезаем и просто ее вынимаем далее с помощью крючка эту рабочую нить мы прячем по изнаночной стороне самостоятельно после того как мы спрятали с вами все кончики закончили обвязку вот такой вот красивый результат у нас с вами получились слитки очень красивые на ножке сидят идеально все очень красиво и аккуратно если вам понравилось связать вместе со мной понравился данный мастер-класс поддержите меня лайком если вы не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь а мы с вами встретимся в новом видео всем спасибо за просмотр спасибо за вашу активность всем пока пока